Продолжение следует... Что регулярные выражения – это тема, которую я обычно ставлю, когда не подготовился к лекции. Так вот, значит, до меня дошло, почему на этой неделе тема регулярные выражения. Потому что у меня, те, кто ходит на питончик, они уже знают. Потому что у нас по питончику планируется послезавтра еще одна лекция, к которой мне тоже надо готовиться, было бы, если бы она не была по, догадайтесь чему, регулярному выражению. Вот. Соответственно, поскольку такая нагрузка – это больше, чем я обычно вывожу, я решил, что облегчить себе жизнь и два раза рассказать регулярные выражения. Тем более, что в питоне и в си они, в общем-то, разные. В питоне реализован такой... Очень-очень существенно большее надо множество регулярных выражений, чем то, что есть в си. По крайней мере, в стандартном си. Ну вот. А что касается регулярных выражений, то в принципе в всяких компьютерных штуках, ситуациях, программах, алгоритмах, задачах встречается необходимость сопоставить некоторый шаблон некоторому объекту. Вот. Исходя из таких вот принципов текста ориентированности вообще Unix-системы Linux в частности, объекты у нас будут строками, причем, предположительно, строками, ну что ли, человекочитаемыми. Это в некоторых случаях важно. Может быть, мы до этого дойдем, а может быть и нет. Вот. Ну то есть условно небольшой длины строки. Шаблон – это тоже такая строка, но помимо обычных символов в этом шаблоне есть спецсимволы. И дальше мы берем и сопоставляем наш шаблон в строке. И если эти спецсимволы, будучи отинтерпретированы так, как мы в шаблоне их задали в конкретном синтаксе, можно превратить, сопоставить, можно указать в соответствии нашу строку или ее части, то подстановка считается успешной. Это значит, что мы, собственно говоря, наша строка соответствует нашему шаблону. Вот. Если нет, то нет. Помимо подстановки, как подстановки, бывает еще поиск регулярного выражения, ну, шаблона в строке. В этом случае мы не знаем, с какого места по какое надо взять подстроку, чтобы, значит, сопоставить этой подстроке наш шаблон. Вот. Очевидно, матчинг и сеочинг как бы линейно друг от друга отличаются, потому что мы не знаем, с какой позиции этот самый сеочинг должен происходить. По сложности. Ну вот. А дальше на основании этого самого матчинга, ну, то есть, соответствия несоответственного шаблона, можно принимать решение там, вот, что это за строка нужна нам или нет, или нет и так далее. Примитивным шаблоном, языком шаблонов, являются шаблоны генерации файлов в shell. Помните, там, звездочка, точка, не знаю что, да, там, rm, звездочка, точка, си, вот это вот все. Вот. Есть, соответственно, описание этого шаблона, документация GLOB 7. Вот. Там, как, если внимательно посмотреть, довольно много всяких интересных компонентов, не только звездочки. Вот. И, да, и, соответственно, есть функция сишная, которая делает ровно то же самое. Причем она занимается, если мини изменяет память, именно генерацией имен файлов, то есть вы передаете ей путь, а она, значит, проверяет, насколько этот путь... Вот. All names, которые могут быть. Ну, вот. Значит, еще в shell, этого мы почти не касались, но в операторе case, вот, тоже используется такого же рода шаблон. Вот. Значит, язык описания шаблонов мы сейчас смотреть не будем, потому что этот язык довольно слабый. Он буквально предназначен как раз для очень быстрого разбора таких ситуаций, когда там имя файл точкой расширения, чего-нибудь такого. А мы сразу, разумеется, приведем к регулярному выражению. По регулярным выражениям существует классическая книга Джеффри Фридла под названием The Old Book. Точнее, она называется, разумеется, Mastering Regular Expression. Мы знаем, что есть такой издатель Тимотио Райли, который исключительно про зоопарк пишет книги, издает книги. Вот, это книга про сов. Она выдержала три издания. Это классическая книга. Очень рекомендую ее просто почитать как научно-популярную литературу, хотя она довольно тяжеловатая в этом плане, то есть вы реально прокачаетесь, а не просто наберетесь сведений, как в случае обычного науч-попа. В том числе, она довольно хорошо ставит на место две вещи. Понимание того, как вообще работает и интерпретируется шаблон регулярного выражения при его подстановке и воспитывает некоторое ощущение, в каких ситуациях регулярное выражение можно использовать, а не уместно, а с какими задачами они не справляются. Мы об этом чуть-чуть тоже поговорим. Кажется, на этих лекциях я уже упоминал, почему Греб называется Гребом. Вот. Ну, давайте это повторим. Не то, чтобы это было очень важное знание, но... Глобал поиск регулярного выражения. Да, глобал поиск регулярного выражения с принтом в конце. Совершенно справедливо. Вот. А что А? Ключ. Во. Так, назовем его 05 регекс, да? Вот. Так, для порядка. Ну вот, значит, вот у нас есть календарь, да? Это календарь же. Вот мы по этому календарю Гребом, ну скажем, 8.1. Вот. Что при этом происходит? При этом, во-первых, происходит Searching, не Matching, да? Потому что мы не полную строчку сопоставляем, а под строчку. Поиск вот такой, вот такого шаблона, да не так, поиск подстроки, которая сопоставима с вот таким шаблоном, вот, в современных Гребах последние несколько лет он выделяется цветом, и при этом выводит, Греб выводит на экран только те строчки, в которых такая подстановка произошла. Вот. Как известно, значит, уже нам это все это все в происке редактора ед. Вот. Значит, если мы скажем, вот так нам покажут все, а если мы скажем global slash regexp ну скажем 8 8.1 slash p то мы получим ровно ту же самую картину, только не раскрашенную. Такие дела. мы с вами будем пользоваться как раз гребом для того, чтобы заниматься, исследовать регулярные выражения, а может быть седом посмотрим. А чем глобал от процента отвечает, если мы прописали по всей точке? Бог знает, я небольшой знаток редактора ед. значит, значит, это не важно, потому что так-то вон видите, 8 пробел 1. ну короче, читайте документацию, если вам очень интересен редактор ед, он почти никогда не нужен, вот, хотя вот, видите, я даже умею им пользоваться. Мне, если мне не изменяет память, проценты, это означает сразу применить команду к, всю команду, к диапазону полностью, к всему файлу, а значит, вот это означает глобально произвести вот такой поиск, и этот поиск должен финишировать еще и печатью. То есть, это модификатор команды поиска. Вот это команда печати, вот это, а это модификатор команды поиска, это разные вещи. Вот, кажется, такое объяснение. Ну, ну ладно, давайте вернемся к нашему разговору. Наш разговор состоит в том, что если восходить к классификации формальных языков, то наши регулярные выражения, они они описывают регулярные или автоматные гарматики, это самый жесткий из языков, из формальных языков, самый жесткий спецификации из формальных языков по-хомскому. Вот. Они называются автоматными, потому что из них можно строить конечный автомат. Вот. Легко собственно, реализация алгоритма разбора матчинга регулярного выражения как раз восходит к конечному автомату. Вот. Пожалуй, из всех, по этой причине, вернее, из всех разборщиков каких-то грамматик, формализованных по-хомскому, разбор автоматных или регулярных грамматик, регулярных выражений наиболее простой. Вот. И как показывает практика, там 80% случаев, когда вам нужно что-то такое поискать, что-то такое поменять, можно обойтись регулярными выражениями, а если вы четко указали контекст, то почти всегда можно обойтись регулярными выражениями. И опять же, если почитать Фридла, то вы узнаете, а я вам скажу, поверьте мне просто на слово, вы узнаете, что алгоритмов сопоставления регулярного выражения бывает два, условно говоря, долгий и быстрый, но жрущий память. Долгий, с построением неопределенного конечного автомата, недетерминированного конечного автомата, когда у нас, если кто помнит конечные автоматы, на каком курсе у вас были конечные автоматы? На втором. Значит, ну... А, да, у нас же, у нас же, да, у нас же... Шикарное распоряжение всего. Да-да-да, который почему-то у всех... А потом конструированный компилятор. А потом была формальная зимняя автомата. А еще конструированный компилятор. на четвертом конструировании. Короче говоря, вы можете вспомнить себе вот этот автомат, с которым идет несколько дуг и маркеры на дугах совпадают. Мы не знаем, по какой дуге идти, мы выбираем одну, а если не получилось, выбираем другую. Это недотерминированный конечный автомат. Да, но есть, и мы знаем, что любой недотерминированный конечный автомат, если он реализует грамматику, может превращен в детерминированный путем кластеризации группировки. Там будет много-много-много узлов, каждый из которых будет обозначать сочетание, из которого точно уж переход детерминирован в другое. И на этом построен как раз разбор с опором на исходной строке, а не с опором на регулярное выражение. Он строит в памяти дерево разбора, потом это дерево обходит, пытаясь втиснуть в него эту самую строку. Главное ограничение регулярного выражения, с которым мы, кажется, не встретимся, но вы должны это знать, далеко не все задачи решаются с помощью регулярного выражения, это не алгоритмическая полная система ни разу, прям совсем. Главное ограничение это зависимость от контекста, которого нет, который нет. В разных контекстах ваше регулярное выражение может означать разное. Чем меньше вы определили контекст, чем уже то место, на котором надо мачить, тем больше шансов, что напишите разумное регулярное выражение. По этой, кстати, причине хорошие такие вот популярные парсии регулярных выражений работают со строками. Строка это вполне себе такое четкое ограничение контекста. Уж синтаксис там внутри меняться не будет, как правило, не будет. Значит, как-то раз я, будучи находясь, что-то выше называется, решил написать парс скобочного выражения на регулярных выражениях. Не делайте так никогда, потому что у каждой открывающей скобки должна быть парная закрывающая, и это значит в зависимости от контекста вы не сможете написать нормальный парс скобочных выражений на регулярных выражениях. Но еще раз повторяю, это такая штука, которая выносит нас за пределы автоматных грамматик регулярных. Да, второй недостаток регулярного выражения это то, за что его мы все любим, это птичий язык, регулярное выражение можно писать, но с какого-то момента вы продолжаете его писать, а читать вы уже его не можете. Давайте лучше разберем, как это все устроено, потому что давайте, значит, заодно попользуемся грепом, для этого дело. вот у нас есть, мы что-нибудь будем делать эхо, или, допустим, календарь наш замечательный, а потом говорить греп. А в грепе мы будем использовать регулярное выражение, ну, скажем, ноль. Вот, вот, пожалуйста, вот этому регулярному выражению, атомарному, который может быть любой символ, соответствует вот эта подстрока в наших строках. Вот. Чуть более интересен вариант точка. Точка это любой один символ, как видите, любой один символ соответствует регулярному выражению точка. Вот. Если мы, например, ну, любой, совсем любой. Вот. Обращаю ваше внимание также, что поскольку объектом поиска является строка, в обычных случаях конец строки не входит вот в это дело и на точку не манчится, да? Строка кончилась концом строки, мы, конечно же, символ первой строки не учим. Вот. Атомарным и регулярным выражением является диапазон. Чуть надо все-таки сделать вот так вот. Да? Диапазон. Вот. Это один символ и диапазон от нуля до двух. Что там с упорядочиванием? То есть, вот если я напишу, например, от А до Ж, а если до твердого знака? А если от твердого знака, да? А, ну, вроде все нормально с упорядоченным. Да, смотрите. Вот. То есть, средства локализации движка регулярных выражений, которые лежат в грепе, это гнурегенс, да, позволяют упорядочивать афайтному образу, ну, как бы, по алфавиту нашей буквы. Например, в разных кодировках коды у этих букв могут быть разные и вполне себе неупорядочены. Диапазон. Этот диапазон может быть, может задаваться не только диапазоном, ну, и перечислением. Вот. Ну, и помесью того и другого. Пожалуйста, так тоже можно. Ну, то есть, в любом сочетании. Вот. То есть, от двойки до четверки еще? От двойки до четверки включительно, да. Да, да, да. Вот это вот один символ, вот такая конструкция означает сопоставление одному символу из вот этого вот множества. Множество можно отрицать. Поставить вначале крышечку. Крышечку, я сказал. Вот. Это любой один символ, который в это множество не входит. Дополнительная фишка атомарным регулярным выражением является составное регулярное выражение, объединенное в группу вас. По умолчанию группа обозначается бэкслэш-круглая скобка, и мы можем написать так. Вот здесь написать что-то типа бэкслэш-круглая скобка, и, например, 0,1. Нет, 0,1 редко встречается. А, ну хорошо. 0,1 3,4. Понятное дело, что это мы забегаем вперед. Да? Два регулярных выражения это составные регулярные выражения. Вот. Но вот если мы здесь напишем повторитель, ничего хорошего не произойдет. Ладно. Давайте пойдем дальше. Дальше будет понятно, что такое группировка. Я решил забежать вперед и, естественно, методически ошибся. Значит, вторая серия это как раз повторители. Давайте мы начнем с простого. Любое атомарное регулярное выражение со звездочкой означает матчинг под строке, которая повторена ноль или более раз. То есть, например, если мы напишем что-то типа один звездочка, ваше предположение, сколько на экране будет раскрашенных белым символов? Вся нужна с единицами. Это звездочка. Один звездочка. А почему? Где вся эта единица? Нет. Звездочка – это не точка звездочка. Звездочка – это звездочка. Это единица, повторенная один и более раз. Ноль и более раз. Короче, все пустые места тоже раскрашены, мы просто их не видим. Такое регулярное выражение может сопоставляться в любом месте нашей строки. Давайте по-другому сделаем. Обратите внимание на то, что если мы напишем греб один, то нам покажутся только строки с единицами. А если мы напишем греб один звездочка, нам покажутся в те строки. Почему? В первой строке содержится под строка один, повторенный ноль раз. Причем во всех местах. Вот. В этом смысл. Ну вот, значит, повторитель навешивается на любое атомарное регулярное выражение. Можно написать вот так, вот, пожалуйста, все цифры, да. Вот. Обратите также внимание, что поскольку повторитель звездочка, то эта строка тоже содержит цифру, повторенную ноль раз в данном случае. Вот. Ну и так далее. Повторитель. А, да. А вот точка звездочка обозначает любой символ повторный, любое количество раз, включая ноль. Такое регулярное выражение присутствует везде, даже в пустой строке. потому что там есть любой символ повторный ноль раз. И вот теперь мы доходим до составных регулярных выражений. Составным регулярным выражением оказывается просто последовательность атоманных регулярных выражений. Все. Единственное, что надо понимать, как происходит подстановка. Вот как происходит подстановка, мы поговорим чуть попозже, но идея стоит в том, что если мы видим составное регулярное выражение, то соответствующая есть ему строка должна делиться на части, каждая из частей которых подставляется как каким-нибудь атомарным регулярным выражением из этого составного. Тут наш новый пользователь MaxDoo спрашивает та же ли реализация в питоне, что и в греб. Я с этого начинал, возможно, чуть позже подключились. Нет, она там другая. Существенно другая. Вот. Да, то есть если мы ищем какой-нибудь 1.1, то нам покажут 1.1. Если мы ищем 1 и дальше 1.4, то нам покажут только строчки из двух символов, начинающихся на 1 и продолжающихся 1, 2, 3, 4. Вот. И сопоставление будет происходить очевидным способом. Вот это первая часть, а вот это вторая. Вот. Домашним заданием у нас будет как раз написать такой субтитьютер регулярного выражения и заменить на значение. Вот. А тем, кому покажется интересно, могут еще и сделать раскраску в разные цвета, чтобы было видно, где первый буфер, где второй, где третий. Вот. Но это потом. Это об этом мы в конце поговорим. И это не обязательно. Прямо скажем. Вот. Ну, тут уже вот с помощью таких конструкций мы уже можем всякие штуки делать. Например, вот такая штука. Давайте мы его сделаем АЗ, АЗ, еще подчеркивание. Да? За которым следует АЗ, АЗ. Все-таки надо пошире сделать. Подчеркивание, 0,9 плюс. Ну, звездочка. Вот. Вот эта вот штука. А у нас такая есть, а у нас такой нету. А если мы сделаем вот так вот? Вот эта вот штука. И это, собственно, понятие идентификатора, такого как в СИ. Да? Первое, это последовательность букв и цифр, букв, цифр и подчеркивание, начинающиеся не на цифру. Мы, собственно, так и написали. Начинающиеся не на цифру, а дальше любое количество букв, цифр и символ подчеркивание. Вот, да. Очевидно, что Макс Дуб пришел позже всех, потому что теперь и он сжалуется, что трансляция лагает. Ну, увы, ах, действительно лагает. Не знаю, что не так. У вас. Могу попробовать подключиться. Иногда тут плохо работает эта штука. Ничего не делает. Символ такой. Он является в СИ валидной буквой, если вы помните. И не только в СИ, в питоне тоже. Вот. Вот ровно это он и делает. Здесь написано определение идентификатора. Так. Это было составное регулярное выражение. Так вот, теперь про группировку, да. Теперь мы примерно представляем, о чем идет речь. Если мы возьмем и напишем группу, ну, скажем, все тот же календарь, здесь напишем что-то типа от 0 до 9, а потом, ну, скажем, нет, это плохо. Давайте вместо календаря что-нибудь другое придумаем. Или, а, ну, вот, например. Это нормально, что у вас воскресенье первый день недели? У них воскресенье первый день недели. А после недели? Ну, так локализация. Помните, в разговоре про Шел мы говорили о том, что локализация это очень важно или не говорили? У меня после тоже воскресенья это правда. Это ваш арч виноват, я знаю. А, это Ubuntu? Непонятно, почему Ubuntu русский. А что вас LCL показывает? Локейл что говорит? LCD это конкретно. LCTM. Локейл. Команда Локейл. Это неправда. То есть они обманывают. RU-RU-TF8 должен календарь начинаться с вот. Чтобы чтобы календарь начинался с Cal. По-моему, так надо делать. Нет? Минус Санзе. Минус С. Вот. Чтобы он начинался с воскресенья, надо просто ему сказать, что он начинается с воскресенья. Но вообще нормальная локализация знает, что в русском в русском календаре он начинается с понедельника. А может быть, это у нас в Альте такой патч, кстати. надо поглядеть. Ну ладно, это было в топе. А мы пытаемся разобраться с этим самым. Да, мы пытаемся вот так вот сделать. Сейчас. Вот мы сделали вот так вот. И мы сейчас загрепим следующую штуку. Греб. О большое. Дальше А, З. И дальше звездочка. Ой, оно везде найдется. Оно найдется везде по ноль раз. И еще А, З. Хорошо. О, большое, малое. Во. Вот что я имел в виду. Значит, давайте разбирать, как это заманчивалось. Что мы имеем справа? Мы справа имеем составное регулярное выражение, превращенное в атомарное, повторенное ноль и более раз. Тот факт, что в этом шаблоне есть выражение, повторенное ноль и более раз, приводит к тому, что у нас, вообще говоря, сопоставление происходит в любой строке, просто в большинстве из этих строк сопоставление происходит ровно в нулевой строке. А вот здесь вот, вот этой штуке соответствует октобе. Как это произошло? Мы взяли вот эту последовательность из трех символов О, буква-буква, и заманчивали ее под строке максимального размера О, буква-буква, О, буква-буква, то есть повторенные два раза. Вот так это работает. Вопросы есть? Вроде бы понятно. Мы вообще-то почти пришли к концу регулярных выражений, осталось только мелочи. Мелочи – это позиционирование. Кстати, вот про питончик, когда будем говорить, там позиционирование довольно много интересного. А в классических регулярных выражениях их всего два. Первое позиционирование – это относительно начало строки. сейчас будет находиться большая латинская буква, но только находящаяся в начале строки. Вот эта фигня означает начало строки. Вот. А второе позиционирование – это относительно конца строки. Только надо тут вот так написать. Ну, допустим, два доллара. Сейчас будет матчиться только… Сейчас, дайте подумаем какой-нибудь. Ну, неважно. Почему кавычки меняют? А потому что доллар может захотеть… Нет, так тоже можно. Доллар внутри кавычков в шеле подставляется. Я подумал, что мало ли что скажет, что… Я не знаю, что такое доллар кавычки или еще чего-нибудь. Но нет, заработал. Ну вот. Соответственно, доллар как символ доллара считается концом строки. Соответственно, мы можем превратить счетчинг в матчинг, если напишем вот так. Здесь регулярное выражение. Обратите внимание, что вот такой последовательности соответствуют только строчки, целиком состоящие из цифр и пробелов, или пустые. Потому что они от начала до конца состоят из произвольного числа цифр и пробелов. Там было, может, что проект еще не поменялся? Почему? Потому что пробелы. Нет. Потому что пустота. Да, потому что пустота ноль раз повторенная не до конца строки содержится везде. Вот. Вон мой вопрос. Да? Что сделает обратный слэш? О-о-о-о, сейчас раз будем рассказывать. Про обратный слэш отдельная тема. Прежде чем я вам, как это самое, превращу мозг в желе обратным слэшом, давайте лучше поговорим про что-нибудь более понятное. Значит, принципы группирования регулярного выражения, они так называемые greedy, жадные. Регулярное выражение группируется по принципу самый левый, самый длинный. Причем сначала самый левый, а потом самый длинный. Вот. Алгоритм следующий. Берем наше составное регулярное выражение. Берем такое сопоставление, в которых самое первое атомарное выражение, самое левое, лежит ближе всего к началу. Из этих сопоставлений выбираем такое, у которых самое первое сопоставление, самые длинные. Дальше проделаем такую же операцию со вторым, с третьим, если их больше одного в нашем регулярном выражении составном. И вот это будет результат. Вот. Я сейчас описал что-то очень-очень отдаленно намекающее на алгоритм разбора исходный с составлением полное дерево по ДФА, по конечному, этому самому, детерминированному конечному автомату. А сопоставление по недетерминированному конечному автомату делается наоборот, не от строки, не от дерева разбора, а от самого регулярного выражения. Вот пример. Вот у нас есть строка ААБББ, и у нас есть регулярное выражение АББ звездочка. Как происходит сопостановка? По правилу самый левый и самый длинный мы пытаемся сопоставить вот эту первую часть атомарное регулярное выражение по самому левому варианту. Атомарное выражение А регулярное, наиболее длинная его подстановка это строка А, пока все хорошо. Теперь в оставшейся подстроке мы пытаемся сопоставить рядом с ним Б, а такого нету, потому что там стоит А. Неуспех. Откатываемся назад, в этом недетерминированность нашего разбора. Проман тогда по правилу самый левый и самый длинный найти следующий левый это А. Успех. Дальше мы ищем Б, второе атомарное регулярное выражение. Это будет АБ. И дальше мы ищем Б звездочка, третье атомарное регулярное выражение. Это будет АБББ. Все. Успех. Подстановка произошла. Вот. Соответственно, если, например, у нас есть такие умножители, как звездочка, которые стоят в начале, вполне может так случиться, что самая длинная их подстановка нулевой длины, потому что иначе у нас все остальное не работает. Вот сюда, например, можно вставить. Давайте попробуем. Значит, вот у нас эхо ААБББ, греб АББ звездочка. Вот, как и было сказано. Ну, например, мы можем написать Е звездочка в начало. Ничего не изменится, потому что самая длинная подстановка атомарного регулярного выражения Е звездочка пустая. Вот и все. В общем, на этом языке надо уметь думать. У меня есть профессиональные искажения. Я, кажется, регулярное выражение прочитал в конце 80-х годов прошлого века и с тех пор не пользуюсь. Поэтому я, возможно, думаю чуть быстрее, чем здесь присутствующий. Вот. Так что в обратную сторону это, ну, только когда маразм начнет меня настигать, тогда, конечно, может быть, вы меня и перегоните. Да. Ну, ладно. Теперь, значит, бэкслэши настали. С бэкслэшами большая проблема, потому что бэкслэш очень часто используется как символ квотирования в языках программирования. Например, в Шелле вы когда пишете эхо, давайте даже так, бин эхо, вызываем утилиту эхо. А вот тут вот бэкслэш кавычка оказалась кавычкой. Окей. Короче, сопоставление один к дву. Если вам кажется, что вы уже все поняли, заменяем бин эхо на просто эхо. Упс. Все это усугубляется тем, что когда вы будете писать программу на си, который все это парсит, там тоже два сэпс бэкслэша превращаются в один. Ну и начинается настоящий катавайся. Во всем остальном символ бэкслэш считается в регулярном выражении специальным символом для спецсимволов. И, например, бэкслэш скобочки это именно символ группировки, а обычные круглые скобочки в обычном регулярном выражении это обычные круглые скобочки. Вот. Это было слово греб. Вот. Но поскольку регулярные выражения существуют очень давно, когда я похвастался, что я про них узнал в 80-м году, я, наверное, узнал про них примерно спустя 20 лет, как они появились в реализации. Вот. У каждого, значит, серьезного программного продукта есть своя собственная реализация регулярных выражений. Они разные у Питона, у Перла. даже классические экстендерегулярные выражения, классические регулярные выражения не такие, например, в гну-регекс. Вот. В линуксе используется в подавляющем большинстве случаев гну-регекс. И там, например, можно... Можно... Ну, они тоже имеют свои отличия. Вот. Не буду сейчас вам пудрить мозги, иначе действительно превращу их в желе. Если пытаться в этом всем разобраться и уменьшить количество бакслышей, то есть, на самом деле, официальный диалект регулярных выражений, который называется extended. Вот. И с ними чуть-чуть проще обращаться. Чем проще обращаться? Во-первых, там группирование происходит круглыми скобочками, а не бакслыш скобочками, чтобы поменьше бакслышей было. Подавляющее большинство утилит, которые используют обычные регулярные выражения с ключиком минус е, используют их extended версии. Вот. примерно так. вот. А еще греб минус е там всякие, сед минус е там свой деле. А еще в расширенных и регулярных выражениях можно использовать, как вы уже видели, альтернативу, это или составное слева или составное справа. Кстати, скобочки не нужны, мне кажется. Да, и так пойдет. Вот. что на самом деле всего лишь означает последовательное использование сначала одно, другого. Вот. И несколько удобных повторителей. Значит, мы с вами помним, что точка звездочка, вообще звездочка, это опасный повторитель, он мочится везде, потому что ноль. Хотелось бы другой повторитель, один и более символов. Один и более символов есть такой, он в регулярных, расширенных регулярных выражениях называется плюсом. Вот мы сейчас посмотрим что-то типа греб минус е 0,9 плюс. Вот. Вот это уже, как видите, строчка понедельник-вторник нам не выдалась, потому что ноль от символов диапазона от нуля до девяти повторены не менее одного раза. заманчивался. Вот. Пробелы не заманчивались, заманчивались только цифры. Только числа, я бы так сказал. Ну и последнее, может быть, интересно, есть такая штука класса символов, они задаются очень причудливым таким синтаксисом в расширенных регулярных выражениях, в квадратных сколках вы пишете, допустим, дигит. О! Вот. Вы можете сюда что-нибудь добавить, ну, например, я. Двать. То есть, внешние квадратные скобки это диапазон, а внутри диапазона можно указать вот такую конструкцию, это будет означать от нуля до девяти или там два. Более того, кажется мне, что если вы напишете что-то такое, о! Если вы пишете что-то такое, то Греб будет учитывать локализацию, он увидит, что у вас локаль русская, и поэтому он будет буквами считать, именно буквами, алфавитными. Будет считать русские буквы. О! Видите? Поскольку я перебил локаль поскольку я перебил локаль для Греба, соответственно, он-то считает теперь латинские буквы буквами, а у нас в выдаче календаря русские буквы. Вот их он и не нашел. Такие дела. Это были, значит, расширенные регулярные выражения. Вот с бэкслышами мы тут уже, мы тут уже, значит, помучились. Вот. Последняя тема, прежде чем приходить к программированию на си регулярных выражений, и это поиск с заменой. Вот. Поиск с заменой имеет тоже достаточно классический синтаксис, который используется во многих местах. Взят он из потокового редактора сет. Собственно, этот поиск с заменой мы уже с вами проходили, когда говорили о том, какими способами можно в шелл-скриптах обрабатывать, обрабатывать, значит, тексты. Но прежде чем обращаться к поиску с заменой, давайте я вспомню, что на самом деле и греб тоже умеет обрабатывать. Значит, вот есть календарь. Давайте попробуем найти единичку, за которой следует такая же единичка. Вот смотрите, что мы сейчас ищем? Ищем символ вот такой, дальше любую символ, и дальше повторение этого самого символа. Давайте здесь напишем даже не так, а вот так вот. О! Как видите, такая конструкция находит это называется бэк-референс или карман. Я почему-то называю это карманами, я не помню почему. Это с тех самых 80-х годов идет. Вот бэк-референс или карман. Такая конструкция означает, что мы найдем одну цифру, запомним его в кармане номер один, и сопоставление будет происходить только трехбуквенными строками, у которых вначале стоит эта цифра, потом произвольный символ, а потом та же самая цифра, то есть вспомненный нами бэк-референс. Вот, 2, 0, 2, 1, пробел 1, 2, пробел 2. Вот. Значит, так устроены бэк-референсы в Грепе, но, разумеется, они в первую очередь нужны для поиска с заменой. И этим как раз занимается сед, да, мы знаем, что у седа есть команда сеч, вот, у нее первый параметр регулярное выражение, а второй параметр на что заменять. Вот. Да? Давайте посмотрим, как он работает. Первую двойку заменил, только первую. Да? Первую двойку. А если мы укажем модификатор G, Global, то все двойки заменить на 6. Ну, давайте, чтобы было виднее, вместо 6 поставим какую-нибудь фигульку. Вот. Доллар, процентик. Ну, что-нибудь того, подчеркиваем. Вот. Что делать подчеркиваем? Ничего не делать, заменяет двойку. Вот здесь-то мы сейчас будем отрабатывать наши регулярные выражения от пользы замены с Back Reference. Давайте мы для начала заменим все последовательности, ну, допустим, ну, допустим, цифра, точка цифра другая, прошу заметить. Поменяем их местами. Тогда и здесь тоже. Вот. Что у нас есть? У нас есть внимание, тут плохо видно уже, да, напоминаю, да, регулярные выражения в Write Only, писать их уже можно, читать еще, еще можно, читать уже нельзя. Цифра, любой символ, цифра. это карман номер 1, это карман номер 2, это карман номер 3. Для того, чтобы поменять местами цифры, оставить то, что в середине, написать 3, 2, 1. Все еще. А, вот тут вот. Что я сделал неправильно? Invalid reference в RHS на 3. Почему? Давайте попробуем так. Ага. Сет минус E, конечно. О, вот теперь все хорошо. Давайте посмотрим, что у нас произошло. Ну, во-первых, 2, 0, 2 заменилось на 2, 0, 2. А вот 1, вот здесь вот 4, пробел 1 заменилось на 1, пробел 4. Да? Обратите внимание, что после того, как эта замена произошла, мы текущую строчку, там, где мы уже все поменяли, мы не трогаем, мы идем дальше. Следующая замена произошла здесь, следующая произошла здесь и так далее. Ну, в частности, вот 2, 0, 2 мы поменяли на 2, 0, 2, а 0, 2, 4 уже не тронули. Почему? Потому что разбор начался вот отсюда. Вот. Вот такая вот картина. Вот. Тут уже начинает понятно быть главной особенностью регулярных выражений, если мельком взглянуть на вот эту строчку, кажется, будто кто-то просыпал аски символы, причем в основном не буквы вот в каком-то таком порядке, а ты читай. Вот. Но, тем не менее, вы сами свидетели были того, что я все написал руками. Вот. А есть возможность после вот того, как он что-то нашел за ниг, он прошел, пошел дальше с... не с конца, где он заменил, а с последующей суммы? Нет. То есть, да, но для этого нужно немножко программировать вас. Мы с вами... Можете на сидит, например, запрограммировать очень легко. Да? Или на седе на том же. Но на седе это так через левое ухо будет. Но на седе тоже можно. Сед является элго-ритмически полной системой, потому что у него есть буфер обмена. Но неважно. Вот. Значит, понимаете как, ваша задача, про которую вы говорите, она опасно близка к задаче обработки символов внутри их контекста. А символы внутри контекста регексом обрабатывать нельзя. Это не просто контекстно-свободный, это автоматная грамматика. Следующий уровень контекстно-свободный, а следующий контекстно-зависимый. Если то, что вы обрабатываете зависит от контекста, регексомы... Вот вам не годятся. Ну вот. Тут, вон, смотрите, тут прям вот какие-то страшные... Давайте мы посмотрим. Давайте мы попытаемся не писать это регулярное выражение, вы уже видите, что я умею такие писать, а прочитать его. Ох, оно не влезло в экран. Сейчас влезет в экран. Еще не влезло в экран. О! Так, давайте читать, что здесь написано. На самом деле, ничего страшного. Это пример того, как группируются карманы, если они вложены друг в друга. Вот это карман номер один. Вот это карман номер два, потому что это вторая по счету открывающая круглая скобка. В нем написана последовательность цифр ненулевой длины. Это последовательность цифр ненулевой длины. Повторяется, за ней следует произвольное количество произвольных символов. И все это последовательность запирается в карман номер два. Вместе с последовательностью любых символов в карман номер один дальше следует карман номер три. Карман номер три это последовательность цифр. Дальше мы заменяем. Один равно первый карман, два равно второй карман, три равно третий карман. Смотрим. Итак, что у нас в этом календаре? Во-первых, где это все замачивалось? Последовательность цифр. Что? Дейт, 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 дейт. Спасибо. Вот. Значит, последовательность цифр, последовательность любых символов. Последовательность цифр 15. Вот она, первый карман. Нет, первый карман, вот он, длинный. А последовательность цифр, вот она. Это второй карман, вот он, 15. Следующая до цифр, последовательность любых чисел, это вот вся вот эта вот гармошка. Почему она не остановилась на первой букве? Потому что самый левый, самый длинный, вот этот матчинг, самый длинный, достает аж вот до этой троечки. Вот до этой. Да? А потому что нам еще надо замачивать одну, не менее чем одну цифру в третий карман. Откат произошел. Он сначала замачивал все, потом понял, что вот третье регулярное выражение атомарное ему замачивать некуда. Откатился на предыдущее значение, которое в данном случае было чуть-чуть короче. И выяснилось, что оно вот, вот оно, значит, подходит. Вот достаточно наглядный пример того, как происходит, собственно, разбор. Самый левый, самый длинный. Такие дела. Все, поехали программировать. Да, там уже было где 39, конечно. Это же... Обман. Да. Так выглядит жадный алгоритм. Значит, а, здесь еще одно, еще один пример того, как работает жадный алгоритм. Но, кажется, мы уже немножко все поняли. Вот. Просто с разбором, да. Я хотел переписать это на сет. На самом деле надо сделать домашнее задание красиво, с цветом, как в расширенной версии. Его запускать, тогда вот все будет красиво видно. Но пока я не сделал в расширенной версии. Смотрите. Если вы написали точка-звездочка, точка-звездочка, помним опасность модификатора звездочка. Вот в это выражение мачется все. Да, я не просто могу. Тут человек меня просит объяснить, что начинают фигурные, квадратные скобки и обратный слэш. Я не просто могу. Я это все объяснил, кроме фигурных скобок. Давайте я фигурные скобки еще вспомню, потому что я их пропустил. Спасибо большое. Человек по имени Instance, что меня об этом напомнили. Значит, я пропустил повторитель под названием фигурные скобки. Спасибо, дорогой. В расширенных и регулярных выражениях есть еще повторитель, состоящий из фигурных скобок. Он говорит, что повторение должно происходить определенное число раз. То есть, например, если мы скажем календарь, греб, все тот же digit, минус е. Расширенное и регулярное выражение. Все тот же digit, повторенный, скажем, 3 и более раз. То у нас отгребается только 2024. Вот. А если, например, ровно 3 раза, то только вот так. А если 2 раза, то, разумеется, у нас сначала 20, потом 24, потом еще все чиселки. То есть, повторитель может быть четкий. Нам еще, наоборот, нам можно назвать вот так, вот, запятая 2. Почему здесь отмачивалась эта строка? Потому что по умолчанию вначале 0. 0 раз тоже можно. 0, 1 и 2 раза. 3 нельзя. Ну, давайте, например, запятая 3, чтобы было понятно. 4 нельзя. Что? А, вот это 3. А вот это 1. Ну, вот. Еще человек жалуется, что совсем неинтуитивно непонятен набор из вот таких вот. Да, естественно, он интуитивно непонятен. Читайте документацию интуитивно, тоже не очень понятно. Вот, конечно, он будет интуитивно непонятен. Все мы это смотрели, все мы это смотрели. Жалко, все это все, давайте на C. Значит, давайте на C. Есть прекрасный диалог на Stack Overflow, из которой я скопипастил сегодняшний пример. Вот. Но давайте его все-таки сами будем делать. Значит, как это выглядит на C? Нет, не здесь. Вот как это выглядит на C? Мне кажется, нам уже такой большой экранчик не понадобится. Вот. Давайте напишем аналог просто команды cat с использованием GitLine. Значит, заведем буфер. Вот. Что там еще? Заведем длину. А где у нас LEN используется? А, да. Заведем максимальную длину, в которой будет... Что там? Size T. Вот. Заведем счетчик символов и while. Что while? А, for. Конечно, for. For. Buff равняется 0. А дальше будем делать GitLine. GitLine. Чарс равняется... Чарс. GitLine. Вот. Просто GitLine, кажется. А нет, конечно. Значит, что? Считаем в буфер. Буфер. Дальше там какой у нас MAN у GitLine. Это... n stream. Да? Значит, буфер Ampersand LEN, а stream... vtdn, что ли? Чего? Да, все правильно. Все правильно. Вот. Значит, этот GitLine возвращает нам что? Давайте посмотрим, что он возвращает. Он возвращает количество прочтенных символов, а если нет, возвращает минус единицу. Значит, не равно минус единице. А дальше что мы делаем? Ничего мы не делаем. Где? После этого длина вторая скобка должна быть. Да, вот тут. Да, 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 да. А, дальше мы снова сбрасываем буф, потому что, смотрите, смотрите, как устроена эта функция GitLine. Давайте ее еще раз почитаем. Она такая достаточно волшебная. Она... Вы можете передавать ей ссылку на имеющийся буфер, а можете передавать ссылку на имеющийся буфер... А можете передавать просто... ЧАС, звездочка, звездочка. Ну, это не так. Вы передаете ссылку на ссылку, да? ЧАС, звездочка, звездочка. И вы можете... Если там нул лежит, то она сама заведет в памяти соответствующую строчку. Ее потом фрить придется. А если там лежит уже строчка, то есть какой-то адрес, она будет туда складывать эту линию. Поэтому мы ее каждый раз обнуляем, что она каждый раз заводила нам новый буфер. Это, кстати, утечка памяти. Ну да ладно. И что там, принт какой-нибудь? Пуц. Пуц-бут. Еще раз. Третий у нас. Буф. Вот так. О. Кажется, это все. Плохая, негодная программа, она будет работать. Ну, если я не облажался где-то еще. Давайте посмотрим, не поругают ли нас. Не поругают. Что там со студы, наверное, читает? Так. Значит, что я сделал неправильно? Во-первых, она выводит лишний перевод строки. Во-вторых, на самом деле, на самом деле мы поступили очень неправильно, написав здесь гитлайн, потому что, давайте читать ман по гитлайну. Дальше мы поищем слово null. We'll allocate buffer. This buffer should be freed. Короче, мы by the user. Да-да-да-да-да-да. Значит, тут вопрос простой. Кто память заводит, тот и удаляет. Но если вы попросили кого-то завести память для вас, кто ее удаляет? Вы. Поэтому надо сказать free еще. Free. Отбух. Иначе у нас будет утечка. Что тебе не нравится, коровище? Free, потому что стедолип. Стедолип. Ага, спасибо, дорогая. О, умная какая. Ну, работать она продолжает. Окей, мы сейчас про путь забудем, потому что нам этот самый... Не так интересно, что тут происходит. Давайте сразу обратимся к регерсу. Сколько у нас еще? Полчаса есть? Как раз. Весь man лежит вот здесь вот. На все функции, которые нам нужны на самом-то деле. Идея такая. Мы берем регулярное выражение, компилируем его с помощью регкомпа. Получаем некий объект обработчика регулярных выражений. А потом скормим ему строчку с помощью регэкзека. Вот. Эта строчка, скормленная с помощью регэкзека, будет распаршена, разложена в соответствующие структуры регулярного выражения регэкзека, который мы завели. И дальше мы в эти структуры будем заглядывать. Примерно так. Ну, там где-то есть даже примерчик. Если посмотреть, я же говорю, я примерчики, по-моему, вот он, примерчик, скопипастил отсюда. Давайте это сделаем. Значит, что мы хотим? Во-первых, мы хотим завести какой-нибудь регэкз-т. Как он называется тут? Регэкз. А у меня он как называется? Давайте с моего примера. Регэкз. Во-вторых, мы его должны скомпилировать откуда? Ну, допустим, rgv1, да? Recomp. Regex. Regex. Rgv1. 0. 0 от флаги. Заинклюзить что? RegexH какой-нибудь? Точно. Давайте заинклюзим regex. Implicit word declaration. Ну, окей. Implicit так, имplicit. Вот. Значит, по-хорошему это надо обработку еще вставить, потому что это рекомп может завершиться с ошибкой, если мы указали в rgv неправильное выражение регулярное, которое не является регулярным выражением, да? Синтактические несоответствия. Но давайте пока не будем. Будем писать неправильно на C, без обработки ошибок. Это очень неправильно, мы потом все равно будем делать по-другому. Вот. Что при этом происходит? Ну, давайте устроим сначала что-то похожее на grep, да? Значит, первое. Что-то... Хе-хе. Знаете, что это такое? Это я удалю перевод строки лишний. Там бакслэшен лежал, мы его, значит, забьем. Мне кажется, что если я так вот сделаю... Ну-ка. А он разве диплайн разом не должен фактически поставить? Что? Диплайн разом не должен фактически поставить, слышно. Вот он его поставил, он нам не нужен. Так-то лучше? Чем вот так. А кто еще слышали? Пут-лайн. Гетлайн? А, пут-лайн. Пут-пут ставит, слышно. Пут ставит, слышно, конечно. Ну, короче, я зря это сделал, ну ладно. Можно было, вот, можно было не так сделать, а printf какой-нибудь, да? Вот тогда бы оно заработало. Без перевода строки. О, да, вот так будет. Вот. Но мы вернемся к нашему исходному варианту. Знаете почему? Потому что я не хочу... Ой. Я не хочу матчить еще и бы слэшн в качестве символа. 20. А вдруг пуст-эзабазная посетителя предэффа? Пуст-то нормальная. Это... Это... Гетс ненормальная. Пуст-то что? Он просто вводит строчку. Он же не в память читает. Вот. Значит, что мы сейчас сделаем? Мы вызовем регэкзек, if, регэкзек. Запустим это регулярное выражение. Какие там параметры сейчас посмотрим. Регекс т, char, string, а дальше inMatch, pMatch. Давайте посмотрим в примере. Значит, это наше регулярное выражение regex. Дальше что? Буф. Дальше количество матчей максимальное. ноль потому что у нас нет ничего и дальше дальше п матч это карманы какие-то у нас ничего этого нету и флаги тоже 0 вот вот есть она равно нулю то есть не верни вернула ошибок тогда можно делать пусть и free вот кажется примерно вот так оно должно работать что я сделал неправильно incompatible type да конечно здесь же ссылка на тот же ли гекс тени и гекс тэн персен до звездочка пробуем пробуем допустим путь лично . звездочка с it works вот вам очень-очень тупенький греб вот давайте мы теперь еще сделаем разбор разбор бэк референсов да не забываем вытирать для себя за собой как это ноги память да вы правы каждый гитлайн нужно просто что сопрождать вот так да так чуть не а . . не нравится вы правы чувствуется школа у вас как бы первым языком не силе был вот я даже знаю у кого вот чувствуется школа вот человек не пугается программирование на си в таких объемах это это очень приятно вот видит сразу все к сяке ну вот смотрите это был греб теперь давайте сделаем разбор да значит плохо работает наша программа почему потому что вот эта штука вообще не является регулярным выражением две звездочки это непонятно что сюда приехал сюда вот ничего не разобралось там лежит мусор мы по этому мусору сходили пытались его разоминовать и в общем все упало вот что пишет она сикфол в какой строке произошел сикфолд вас волновать в общем-то не очень должно потому что он может произойти где-нибудь в недрах какой-нибудь библиотеки понимаете вы завели неполноценное регулярное выражение походили поживали его черт знает где он упал возьмем демагер и посмотрим если вам очень хочется но не то но я почти уверен что он в риге где ки упал пришел человек со словами что в расти упал управление памяти автоматическая до в расти упал мне память автоматическая а вот утверждение что не нужно думать это неправильно утверждение в любом языке можно сделать утечку памяти так что вам не покажется даже в питоне мы это уже ведь да да так вот давайте значит мы обработаем этот самый значит сообщение об ошибке потому что елки-маталки вот этот рекомпта надо проверить что давайте мы посмотрим чем возвращает у уритюрн вылью реком зиру for successful compilation и your code for фейлор вот значит их чё там я где-то 1 я думаю что нам хватит то есть по-хорошему надо сказать вызвать этот самый риге феррор который дешифрует наш код ошибки вот это вот все все это будет домашнем задании у нас времени ладно а чем он лучше чем функция и говорю как вы не гнуть есть такой националистический анекдот про то кто кого лучше а exit может упасть да потому что потому что exit может уйти в выход из сишной программы я если вы покарабтили там всю память он начнет выполнять кусочек исполняющий системы си которую вы значит расписали мусором ну да ну с другой стороны так так будет понятнее о вот у него системный вызов результат единичка не 0 вот значит ну пока пускай так будет в любом случае мы его обработали давайте мы все-таки посмотрим как нам с карманами обращаться чтобы обращаться с карманами мы должны вот этому ригэкзеку передать несколько параметров что мы должны сделать мы должны завести завести массивчик с карманами вот он давайте задефайним это ну скажем 10 этих карманов максимум вот соответственно здесь ему сказать чего там какой параметр сначала сначала у нас н матч а потом а потом ригмач ты да да значит сначала н матч количество макс а потом мачты значит это как его фамилия бэкс там двойную ссылку делать не надо кажется не надо кажется не надо вот что произошло мы замачили наш наше регулярное выражение в нем есть 10 карманов причем нулевой карман это все регулярное выражение целиком 1 это 1 если он есть 2 это 2 если он есть ну и так далее поскольку мы указали что их 10 штук то вот этот движок и ригэкзек все 10 расписал просто если их нету он вставлял туда отрицательные числа сейчас мы все это у из ну что давайте тогда for for какой-нибудь int и и меньше макс чего-то там и программирование не спрашивать чего он изучать программирование программирование надо изучать с вопроса зачем вы собираетесь изучать программирование с целью вот в зависимости того какая ваша цель очень разный может быть старт вот прям диаметрально противоположный возможно а а еще мы должны проверить что вот эти в этих самых у нас бэкс и т и т там при разборе просто кладутся индексы где начинается карман и не заканчивается карман регулар матч стартов все ты регулар матч ендов сет вот должны проверить что регул матч стартов сет не нулевой положительный вот когда он будет отрицательно это значит что нас движок больше карманов не нашел и расписал все остальные карманы отрицательные числа вот так ну давайте значит какой-нибудь до какого они типа они наверное нет какой-нибудь да я привык вот я очень старежимный чувак я привык здесь писать такие вещи я когда вижу вот этот int внутри namespace мне сразу становится нехорошо хотя на самом деле так должно быть так а бегин енд да вот значит давайте мы их так для красоты переименуем b равняется вот это вот бэкс рэм старт оффсет е равняется бэкс рэм генд оффсет 20 и принт в этот путь уберем и бабу в був как всегда значит чё принт ну давайте смотреть чем мы хотим вывести мы хотим вывести во первых где-то без разницы без разницы запятая это запятая знаете чем отличается точки запятой точке запятой разделитель операторов а запятая это разделитель выражения вы можете использовать запятую если вы хотите чтобы вас было одно выражение но она состояла из двух выражений это еще больше извращение чем встать там точку запятой вот например for и можно поставить запятую Если вы хотите два выражения Но так лучше лишний раз не делать Итак, мы хотим номер кармана Мы хотим сам карман Какой длины будет этот карман? А мы не знаем, он будет произвольной длины Я долго читал ман по принтфу И выяснил, что можно написать вот так Точка, звездочка С Знаете, что это означает? Что Благосложен Что Из параметров Возьмутся два Первый из них будет означать ширину А второй Строгу То есть реально мы здесь сейчас напишем И Дальше Е минус B И дальше Что у нас там Був Плюс B Вот А что, пробуем? Мне кажется, я все сделал Д Ну-ка А нам выведет только матчинг Он нам выведет то, что влезло в карман Так Гре Так, а откуда он со стандартного ввода, да, читает? Давайте тогда так Календарь Палка Гре Что Гре? Ну, допустим Возь, девять О, он вывел, значит А почему и не плюс-плюс? А я там процент D сказал или процент I? Процент D Ща-ща-ща-ща-ща-ща Мы ее даже прибавляем А, конечно, это номер кармана Все так Конечно, могут возникнуть, если регулярные выражения со строками разной кодировки Вопрос в том, что такое разная кодировка Потому что это гораздо более мутное понятие, кодировка, чем вы думаете Оно настолько мутное, что у нас ему посвящена целая лекция по питончику в этом семестре Приходите, и вы все узнаете Но я не обещаю, что ваша жизнь после этого станет легче Боня-пня Да, та самая боня-пня Вот, все правильно Это же I, это номер кармана Да, давайте мы обеспечим несколькими карманами Значит, еще раз посмотрим на наш календарь Что там можно такое интересное ему выдать Ну, скажем, два Запомним карманчик У нас не расширенное регулярное выражение Запомним карманчик точка звездочка И запомним карманчик, ну, скажем, три Может быть такое А заодно давайте и два тоже запомним в карманчик Вот у нас будет четыре кармана Нулевой Весь матчинг целиком Да, значит Цель написания видеоигры И вы только начинающий программист, дорогой мой друг Я бы вам советовал взять какой-нибудь учебник Для каких-нибудь библиотек Типа питончика Эта штука называется Нет, есть еще круче Она называется Господи, как называется Аркада Питоновская библиотечка у Аркадии И вот учить питончика эту самую Аркадии Там овер дофига учебных материалов Вот Думаю, что для начинающего это ровно то, что вам нужно Раз уж ваша цель написания видеоигры О, смотрите, какая красотень Давайте разбирать Что мы, значит, наблюдаем в этом удивительном разборе Итак, мы заматчили Заматчили 2, пробел, пробел 3 Отлично Как мы его заматчили? 2 Пробел, пробел Вот он Я его выделил Смотрите, он выделился Там дальше пробелов нету в терминале Вот Ну, правда, нету Вот И 3 Дальше мы из 2, 13 2, пробел 1, 3 Дальше Ну, короче, вот она работает Мы сходили по нашим карманам Каждый из них вывели Вот Вот такая вот Ерунда Давайте У нас осталось 5 минут Я постараюсь успеть и то, и другое Давайте мы вот что сделаем Кусочек домашнего задания покажу вам Значит, кусочек домашнего задания состоит в том Что вот здесь вот надо писать Regex Extended А ну как же, а как она пишется? Во! Ну, это очень долго Ладно, давайте читать MAN Здесь ничего не помогает Прочтите, наконец, документацию О, Regex Extended Я был прав Надо было, надо было вот так сказать Вот здесь вот, сказать Regex Extended Во! Спасибо, дорогой Вим Интересно, как он так сумел Наверное, это из-за того, что Лего Севера запущен Он с ним сходил Тот затабал Во! Несколько упростить себе жизнь Чтобы не было вот этих быхслышей бесконечных Ну так оно читаемое, согласитесь Меньше ощущение, что цыплята побегали Значит, по песочку Оставили свои следы Вот, вот, вот Теперь точно осталось 4 минуты На то, чтобы рассказать о том О чем мы говорить не будем сегодня Это, значит, регулярные выражения Это когда выражаются регулярно Да, нерегулярно, когда выражаются нерегулярно Extended, Regex Вот эти все специальные повторители Альтернативы Не выводят нас за рамки Автоматных грамматик Этих самых регулярных грамматик Это все еще регулярные грамматики по хомскому А вот следующие штуки Про которые я только бегло упомянул Выводят нас за рамки регулярных грамматик И, возможно, даже за рамки контекста свободных Я не знаю точно, какая там классификация Там какой-то причудливый, получается, язык Он существенно более сложный Главная фича регулярных выражений Так называемый ПЦРЕ Под съесть библиотека Так называются ли ПЦРЕ И они же регулярные выражения в питоне Тот же очень похожий Очень похожий Вариант Диалект Вов вспомнил слово Очень похожий диалект Значит, это не жадные повторители Не работает правило Самой левой, самой длины Работает правило Самый левый, самый короткий Наличие нежадных повторителей Превращает умозрительный ваш лично парсинг Регулярного, матчинг регулярного выражения В сущий ад Потому что там могут быть вообще любые варианты У вас нет четкого алгоритма приложения Вы должны просто проверить все С нежадными повторителями Особенно с нежадными звездочками Можно наваять регулярное выражение Которое будет матчиться Ну, примерно всегда То есть время жизни там ноутбука Земного шара Вселенной Оно несравнимо с временем Матчингом этого регулярного выражения Достаточно небольшого Вот Поскольку мы все равно гуляем вдоль По регулярному выражению Его разбираем не только Последовательно Как в случае НФА Есть также понятие Пред и постпосмотр Это регулярное выражение Которое матчится Но на них мы не заходим При подстановке Вот вы спрашивали Как проверить Что там один-один А потом Что вторая единица А за ней два Вот ровно так Вот эту вторую единицу Сделать постпросмотра Мы об этом будем говорить в питоне Потому что в питоне Такие как раз регулярные выражения Вот Ну и так далее В общем читайте Читайте Вот Читайте документацию Она настолько развесистая Что синтекс регулярных выражений ПЦРЕ Написан отдельно Как задавать шаблоны Написано отдельно Вот В питоне реализовано Разумное подмножество С той же функциональностью Как в ПЦРЕ Вот Это будет Разговор про питон Будет буквально В этот четверг Если я еще буду жив Потому что что-то Я себя не очень хорошо чувствую Все Домашнее задание Состоит в том Чтобы написать Маленький-маленький Программочку Вот такую Которая будет принимать Три параметра Регулярные выражения Значит На что его заменять И строку в которой заменять То есть Выполнять Примерно вот такой вот аналог Вот Сразу предупреждаю Программировать на C И долбаться с памятью Где вы все это храните Придется Это вот Еще у вас Один шанс Поупражняться в дебаггинге Там будут всякие Всякие Меморилики Там будут всякие Разыменования Непонятных пойнтеров В общем Придется вам немножко повозиться Волглин покажет Волглин покажет Я надеюсь Что в этом году У нас будет Время на лекцию Про Волглин В прошлом году Мы внезапно до него Не дошли Так вышло Все Значит Поиск замены С подстановкой карманов Чтобы карманы поддерживались Иначе зачем поиск замены Вот И если вдруг У кого-то хорошо пойдет У кого рука набита Попробуйте Попробуйте Значит еще и раскраску Сделать Тогда получится инструмент С помощью которого Объяснять регулярные выражения На наших лекциях Станет еще проще Вот Ну что ж Давайте задавать вопросы Только пожалуйста Не спрашивайте меня С чего изучать программирование Желательно Как это сказать Чтобы и после смерти Не заканчивалось Но это уже Как сказать Из области Этого Киберпанка Да Ну что Так По существу вопросов нет Тогда же все Всем спасибо Все у нас в следующий раз Что у нас в следующий раз В следующий раз Что-то такое жесткое А нет В следующий раз у нас Эстрейс Полная веселуха Ну что Все Всем спасибо Субтитры сделал DimaTorzok